Всем большой привет! Меня зовут Наталина и сегодняшнее видео у нас будет распаковка подарков того, что мне подарили на Pudra Blogger Awards, потому что... Та-да! Потому что благодаря вам, благодаря тому, что вы голосовали, благодаря тому, что вы смотрите, мне дали награду дебют года от Pudra Blogger Awards. Я хотела снять целую болталку на эту тему, но я думаю, что я сниму это чуть-чуть попозже, потому что пока меня захлёстывают эмоции, я не могу адекватно об этом разговаривать. И о... это... я говорю, у меня просто бессвязная речь абсолютно становится. Спасибо вам огромное! Я была трижды номинирована и во всех трёх категориях я прошла в топ-3, потому что с помощью голосования выявляются три основных претендента на премию, и далее жюри выбирает того, кто победил. Я считаю, что в моих категориях всё абсолютно честно, и дебют года — это та категория, которую я прям хотела получить. Ну, конечно, хотелось получить всё, но если объективно, то я понимаю, что вот эта категория была для меня основной. Да, да, у меня сломан один ноготь. И хочу сказать, возможно, меня смотрит кто-то начинающий блогер. Я никогда не делала видео, да, о том, что там происходит, какие-то мои советы. Но я хочу сказать отдельное спасибо Алене Погребняку Робин Гудину, потому что у неё есть отдельный цикл советов новичкам и очень смешная рубрика «Советы бьюти-блогеров». Я очень рада, что мы с Аленой вчера познакомились на премии. Ну, естественно, лично я всё это не сказала, но я хочу сказать ей спасибо, потому что её видео, которые вдохновляют, в которых она говорит, что надо просто делать, даже если не видишь отдачи, просто бери и делай. И вот именно вот этот Алёнин голос у меня первые, не знаю, полгода всегда звучал в ушах, что если ничего особо не происходит, то ты просто делай, результат придёт, просто делай, просто становись лучше. Поэтому я очень рада, что мы с ней вчера лично познакомились. Я давным-давно смотрю её канал, и это прям очень вдохновляюще было для меня. Ладно, давайте переходить к коробкам. Я ещё миллиард раз в течение ближайшего месяца буду всем ещё миллиард раз говорить спасибо, но давайте мы всё-таки посмотрим. Давали огромную коробку вообще каждому пришедшему, вход был по спискам, и победителям дарили огромные коробки, корзины. Здесь не всё, потому что у меня развалилась корзина. Я попробую её поднять за упаковку, но оно вот так вот разрывается самое. И у меня вот здесь вот ещё подарочки. И ещё вот такую коробку дарили всем пришедшим. Я её ещё, представляете, даже не вскрывала. Погнали. Сады соблазна, романтика, чтобы это могло быть. Здесь духи и ель для душа. Дальше эрбориан, он же эрбориан. Это очищающая мицеллярная вода. А под кир, чтобы это могло быть. Это средство для снятия макияжа с глаз. Вот так вот оно выглядит. Touching Solby 18 Watery Джитки и Румяна. Я не понимаю, что из этого названия, а что из этого... Я не понимаю, что из этого названия, что из этого бренд. Но, в общем, это какие-то румяна в кушани. Естественно, что самое интересное, мы будем тестировать. Что я пойму сразу, что мне не подходит, то будет продаваться на моих благодарительных распродажах. У нас теперь есть сайт Natalina Sale. Вы можете уже туда зайти, зарегистрироваться и получить просто на почту уведомления о дате распродажи. Мы будем отправлять email. Никакого спама, ничего такого не будет. Все чисто по делу. Просто получать будете уведомления на почту о дате и времени старта распродаж. Потому что там постоянно все не будет висеть. Будет просто все вываливаться в определенный день, в определенный час. Вы можете все положить в корзину и совершенно спокойно на сайте огласить карточкой. Прикиньте, прикиньте, подписчица бесплатно сделала такой сайт. Это вообще... Это нас так просто разгрузит. В общем, идем дальше. Это ароматы природы. Что это? То, видимо, это ароматы парфюма, наверное. Я вообще не знаю. Я просто достаю и смотрю, что это. Дальше черная маска от Pure Heels. Дальше бальзам с алоэ. По-моему, у меня такой есть кокосовый желтый. Блин, офигеть, сколько всего. Гель для душа от Biore. Biore, наверное. Господи, что за проблемы с ударением? А тут, по-моему, еще было их знаменитое масло гидрофильное, которое очень многие рекомендуют. Оно нет... Это очищающий мусс для увлажнения. Эрбориан, Эрбориан. Кстати, я его Эрбориан буду таки называть. Мне так больше нравится. Это маска. Это маска. Люблю Эрбориан. У меня в постоянном обиходе их сиси-крем. Так. Зубная паста с натуральными частицами. Нормально зубная паста выглядит? Так странно. Дальше Лаки Браш. Это салфетки, очищающие для кистей. В принципе, в теории мне это очень кажется удобным. То есть вы просто достаете салфетку, она уже пропитана очищающим составом, и вы вытираете об него кисточку. Но есть одно но. Это от Миши Ведяева. Мне такие салфетки дали попробовать, когда я снималась для пудры. И я для колориста, я тогда снималась, и у меня руки запачкались. Я никак не могла розовый пигмент отмыть. Но знаете, тени розовые, все это очень обычно долго отмывается. И колористы тоже с рук. И я начала руки этим оттирать, и кисти потом почистила. Короче говоря, мне это сожгло просто кожу на руках. Но я даже, когда пользуюсь вот этими дезинфекторами для рук, я сразу же всегда после них наношу крем, потому что мне это сжигает кожу ужасно. Поэтому мне это тоже сожгло кожу. Я этим обязательно буду пользоваться. Обязательно расскажу вам про эффективность. Но единственное, вот лично для себя, я буду это доставать щипчиками, и как бы по минимуму, чтобы это контактировало с моей кожей рук. Я помню, я один раз в Китае, у меня все время не покидало чувство грязных рук, я постоянно дезинфектором мазалась. То есть прям раз пять за два часа, и, ой, господи, у меня вся кожа с рук просто слезла. Просто ужас. Смотрите, это что такое? Это эссенс? Это палетка, что ли, какая-то? Да, прикиньте, это магнитная палетка. Вот эссенс. Вообще, кайф. Прикольно. А тени-то, тени-то есть вообще? Есть! Я как маленький ребенок, реально. Много вот таких вот разных теней. Я ее соберу тогда, и покажу вам попозже палетку. Здесь красивых коробочек. Блин, какие молодцы эссенс! Вообще, посмотрите, все с блестяшками. Это прям вообще мое любименькое. Это что такое? Еще одна! Вау! Ну, вот это, это очень круто. Пластик нормальный, не дешевый. Прям вообще. И вот, блин, это тыдыщ, тыдыщ. Очень прикольный дизайн, по-моему. О, Ирбориан биби-крем. Супер! Мэйбелин, тату-брау. Это что такое? Это средство для бровей. Коллаб, коллаб-парадайз. Это этот сухой шампунь для волос. Крем для душа, для чувствительной кожи. Это цейтун, как-то так, наверное, это называется. Тушь Диваж 90-60-90, которая, сами знаете, в какой коробке была. Тут помазал, тут 90, там 60, там 90. Ну, мне написали, кстати, многие, что очень хороший эффект от нее. Попробуем, посмотрим. Так, Ева Мозаик Zoom Lashes. Это тоже тушь. Ева Мозаик Биби-крем. Так, тени, тени от Essence. Возможно, что-то здесь, это еще и средство для бровей. Мне надо все это разобрать, посмотреть. Так, это Ева Мозаик. Помада, без запаха, круто. Люблю, когда особо не пахнет. Файнос, это лак для волос. Он мне, кстати, нравится, он мне попался в пудре Discovery Box. Очень удобный формат, и мне он действительно понравился. Он, знаете, как-то... Он у меня в студии всегда стоит сейчас. И мне реально удобно. Я им сбрызгиваю локоны, разбираю их пальцами. И такое ощущение, как будто вообще нету средства никакого на волосах. Это круто. Дальше у нас... Стоп, снято. Organic Kitchen. Это натуральный гель для душ для тех, кто в душе актриса. Или в душе. Я не знаю, какие-то немножечко 50 оттенков серого. Ну, прикольно. Так. Вкусненько пахнет. Чем-то растительным. Растительным. Так. Сухой шампунь от Profs. Дальше от HairBetal. Что это? Это Бальзам. Зимняя защита. Дальше. Тангл Тизер. Расческа. Какая-то новая. Это что, для прикорневого какого-то объема? Да-да-да. Это именно для прикорневого объема. Дальше идет блестяшечка от LS Splash в оттенке Apple Tini. Еще одна зубная паста от Президента. С маракуйей. Так странно. Вообще никогда не видела такой выпуск зубной пасты. Интересно. Дальше от того же Цейтуна. Зайтун. Не знаю, как правильно это читается. Это молочко для тела. Дальше Биоре. Это сыворотка для умывания и снятия макияжа. Это вот это знаменитое гидрофильное масло. Это оно или нет? Понять не могу. Но надеюсь, что оно. Дальше Kate Illustrate для Таша. Почти что Татча. Это фруктовая маска для лица. Здесь есть шампунь и бальзам. Дальше от Double Dare OMG. Помните, я тестировала эти маски. Здесь бант на голову. Они мне, кстати, прислали еще кучу всего на обзор. Cube Beauty у них сайт. Классные средства. У меня маски эти постоянно лежат дома. Я их сама покупала еще на пудре. Так, Evo Mosaic рассыпчатая пудра. Evo Mosaic это плотный матирующий тональный крем. Выглядит симпатично. Evo Mosaic это что такое? Солнечная палитра. Это бронзер. Дальше помада для волос с сильной фиксацией. Господи, что это? Там что-то просто прозрачное. Там не пусто. Там вот оно что-то есть. Я не знаю, что такое помада для волос. Это типа геля для волос? Я не знаю, что это. Надо погуглить. Дальше Epoch Care. Видимо, Epoch это типа от слова апотека. Это апотека? Seriously? В смысле аптека. Fiber гель для объема бровей Glam Brow. Свет. Дальше у нас от бренда непонятно какого. Реально не пойму, что из этого бренд. Это дезодорант. Дезодорант. Дальше у нас подводка для глаз японской. Это, по-моему, тоже от Cube Beauty, что ли. У них вроде это тоже есть. Я вот эти штуки всегда в Японии очень много видела в супермаркетах. Ну, как всегда. Я один раз там была, но их там видела. И в японских магазинах в Китае тоже вижу. Далее снова от Tasha. Это уловняющий крем. Дальше у нас новый Evo Mosaic Highlighter. Это кисточка здесь большая сверху. Ароматы природы. Черная смородина и мята. Так, бегом дальше. А то садится батарейка, а зарядка не у меня. Еще одна зубная паста от President. Дальше Divash. Это, наверное, матовая помада. Думала, что блеск. Дальше Evo Mosaic. Средство для бровей. Еще тени от Essence. Их я не знаю сколько. 100 тысяч миллиардов. Такое ощущение. Потому что Essence. Вы вообще просто что творите? Их слишком много. Главное, чтобы палеток хватило. Так, что у нас дальше? Essence от Divash. Это жидкие тени для глаз. Тинт для глаз. Представляете? Лучшие в мире просто консилеры от Maybelline. Теперь, аллилуйя, доступны в России. Это просто фантастические консилеры. Не только из бюджет. Просто вот из всех. Это просто крутизна. Вообще кайф. Скраб для тела. Он мало того, что гигантский. От доктор Канопкас. Он еще и очень вкусно пахнет. Мы его вчера с Ириной открывали, нюхали. Та-а-а. Очень свежо пахнет. Ну и ждите, мой мальчик. Ты пришел тоже? Тоже подарки пришел смотреть, да? Господи. То одно, то другое. Просто села батарейка. Другая камера не читает карту памяти. Пришлось этот фотик чуть как-то подзарядить каким-то хрен, пойми, каким проводом. Норд, все нормально вообще, нет? Я хочу показать подарки людям. Найс, кстати, я его помыла, поэтому он похож на крысеныша. Так, подарки. Целый пакет еще. Спасибо, Норд. Конечно же, надо сесть на меня. Так, дальше у нас новые маски WDOMG. Красивые. Смотри, маски какие, да? Мне кажется, такие прислали. Буду пробовать. О, вот это вот прям моя любимая маска. Маска моя любимая, которая очищающая и потом увлажняющая. Так, Норд, давай мы с тобой. Так, все, с собакой на руках. Вот это тоже очень крутая маска. Так, Норд, ты реши. Ты уже реши, пожалуйста. Просто прикиньте, доктор Джарт. Доктор Джарт, очень люблю их маски. Блин, хватит. Все. Конечно же, я на полу сижу. Короче, доктор Джарт, вы знаете, мой любимый крем. Линия Керамидин. Просто самый любимый. Пожалуйста, доктор Джарт. У вас же есть вроде российское присылительство. Пожалуйста, привезите. Найс. У меня Сири подумала, что я его назвала самым любимым, и она написала мне, о, вы так галантны. Что происходит? Доктор Джарт, Россия. Линейка Керамидин. Сири, меди. Не знаю, как это читается. Пожалуйста, привезите в Россию. Очень надо. Прямо еще вот так. Дальше у нас три в одном. Шампунь, гель для душа, пена для ванны. Что за бренд? Белл Кэм. Столько все. Лимонии. Ого. Так, это называется Максим Мэджик Бокс. Так. Она просто... Вау. Смотрите, это все. Блин, мало того, что это магнитная палетка, так тут еще и она вообще полная. Кайфец. Тут и скульпторы, и тени. На вид вообще не от Кайли, не от Мэйков Гиб. Не отлично, здесь не очень темно, потому что пока я заряжала все эти долбаные батарейки, уже начало темнеть. Кайфец, лимоний, спасибо. Лимоний, кстати, правильный, я спросила у представителей фирмы. Так, дальше у нас The UZU Face In Shot Mask. Что-то здесь надо, видимо, сделать. Здесь есть шприц, здесь есть маска, что-то куда-то надавить. Ага, сюда, наверное, шприц втыкается, и вы как бы маску заполняете вот этим средством. И, блин, как технологично, как круто. Знаете, зачем обязательно Питя, когда я вот снимаю? Пошел в крысеныш. Он реально дикий смешный, когда их помоешь, это просто. Дальше у нас шампунь. Вот шампуни, кстати, точно все на распродажу сразу идут. Это Beauty Forma. Дальше уи-уи, от Холика-Холика мой самый-самый любимый просто гель-аллоэ, который мне очень сильно помог с дерматитом на веках. I'm sorry for my skin. Крутые маски. Это с глиной. О, куча масок. Селисбокс, Селисбокс. Это все Селисбокс. Я, правда, не знала, что это за бренд. Ну, маски такие вообще почти всегда классные. Дальше, ого, смотрите, опять что-то супер технологичное. Сюда ты дышь нажимаешь, и что-то происходит. Наверное, оно все такое... Пшш, в маску. Это опять Узу. Это вот эта технологичная маска другая. Так, дальше. Цурури. Что-то японское для очищения пор. Ничего себе. Это Global White ополаскиватель для рта. Это Натура Сиберика. Облепиховый медовый скраб для тела. Как вкусно пахнет. Прям как какой-нибудь облепиховый смузи. Я быстрее говорю, потому что батарейка с птицей. Вот она, мицеллярная вода. Одна из гидрофильного масла. Биаре вообще куча всего. Крутотинюшка, мицеллярка. Будем пробовать. Так. Что бы это могло быть? Сплэш-маска для лица омолаживающая. Омолаживающая это нравственно. Близ. Как-то так, наверное, да, начитается этот бренд. Я не знаю, что-нибудь видно. Надеюсь, что да. Маски, маски. Ура, ура. Узу. Опять Узу. Это что-то крутое. Мне уже прям нравится. И вот это тоже Узу. Это что-то вообще очень кайфовое. Маски. Ой. Кисть для масок. А Double D OMG у меня это уже есть. Джоннис Чопшоп. Это соль для волос. Ну, то есть текстурирующий спрей. The Skin House. Это гидрофильное масло. Напоминаю для тех, кто только подключился, что это не обзор. И я вижу все это первый раз. И вот, ребята, моя батарея сказала мне, пошла нахрен Наталина. Здесь буквально еще маска, лак для волос. И все, по-моему. И еще что-то от Airborne. То есть, ну, прям вот совсем чуть. И помада от Jeffree Star. Зубная паста от президента. Спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, что это было хоть сколько-то для вас информативно. И мы с вами скоро увидимся. До встречи. И всем пока.